Тема сегодняшней беседы твои воздействия в обратной связи на других. Когда мы можем определить, есть насилие или нет? Насилие мы можем сказать только тогда, когда мы говорим о том, что есть желание, и человека не принуждают поступать против его желания, а ставят его в такие состояния, когда он вынужден сделать правильный выбор. Ведь, в принципе, и в нашем мире ты можешь сказать, что ребенка постоянно насилуют. Иди в школу, сделай то-то, не грызи ногти, не ковыряй в носу, там еще что-то, что угодно. Постоянно-постоянно это насилие. Или это воспитание. Чем отличается воспитание от насилия? Тем, что тебе объясняют, почему тебя насилуют. Вот, грубо говоря, это называется уже воспитанием. И поэтому здесь в Кабале то же самое. То есть в Кабале самое главное, что происходит, это когда люди собираются в десятку, и руководитель этой десятки, он не входит в саму десятку, он находится вне ее, он им говорит, что они должны делать. И они, как по команде тренера, тоже можно сказать, что это насилие в любой спортивной группе, вообще в любом коллективе, они должны выполнять определенные действия, потому как они хотят достичь определенного духовного состояния. Поэтому насилие в духовном, оно только насилие человека над собой. И оно может быть не насилием, а наоборот очень приятным состоянием, если он находится в коллективе, берет пример от коллектива, коллектив помогает ему, использует зависть, ревность, воодушевление, возвышенность и так далее. В таких, во всех положительных и отрицательных воздействиях один на другого, в десятке, они могут достигать состояния, когда они не будут чувствовать, что они вообще каким-то образом давят на себя. А наоборот, все время находятся в таком духовном возвышении. Поэтому если человек чувствует, чувствует, что он поступает по неволе, под давлением, нежеланием, не хотя, это только говорит о том, что он неправильно организовал свою духовную среду. То есть, в принципе, человек должен развиваться по своему желанию? Он должен развиваться по своему желанию, радостно, чувствовать так, что даже те усилия против воли, которые он делает над собой, они должны быть ему в радость. Это же против природы. А человек, который взбирается на гору и страдает в то время, когда он там ползет в гору, это страдание или в радость? Ну, он это делает по своему желанию. И здесь тоже по твоему желанию. Тебя никто силой не может заставить. Даже если тебя приведут силой в группу. В группу тебя мама может привезти в какую-нибудь там, как меня приводили, в музыкальную группу, чтобы я там занимался. А в Кабале это невозможно. Если человек не хочет, если у него нет внутренних порывов, если он не чувствует, что должен сам себя внести в этот коллектив, то ничего не получится. Поэтому... То есть, в Кабале не может нас заставить раскрыть его? Нет. Никак. Он может нас побудить к этому внешними какими-то условиями. И он это делает. Это разве не называется насилие? Насилие, конечно, насилие. Но это же не в Кабале. Это вообще во всем в мире, во всем в нашей жизни. Он занимается для того, чтобы выйти из-под насилия. Чтобы правильно понимать условия творца и творения. И самому взяться за это. И самому участвовать в этом разумно и желанием. Когда он берет от природы силы, цели и делает их своими, тогда это уже не насилие. Еще раз. Нет насилия в духовном, это... Это называется кассерцем хакерцено. Сделай цели творца своими. И тогда нет, не будет никакого насилия. Ну, до того, пока ты это все... А до того, естественно. Так устроено вообще. Вообще нет в природе такого состояния, когда бы не давило что-то на что-то. Это естественно. Это не только у каббалистов. Это у каждого Букашкина, у каждого творения на земле, даже неживое, находится под властью каких-то вынуждающих сил. Постоянно то холодно, то жарко. Только для того, чтобы двигать всех к равновесию. Есть такое состояние, когда ничего на тебя не давит, ты в полной гармонии. Состояние абсолютного покоя, абсолютного равновесия. Это цель творения. И оно достигается именно уравновешиванием всех противоположных сил. А чем это от смерти отличается? Потому что ты находишься под властью множества сил, и ты постоянно находишься в их гармонии. И постоянно эту гармонию ты поддерживаешь. И именно поддержание этой гармонии является твоей наивысшей гармонией. Покоя нет. Покой — это бесконечное, беспрерывное движение, которое ты постоянно направляешь к самому оптимальному состоянию для всей природы, для всего общего. И вот когда человек достигает такого состояния, это называется, что нет насилия. Да. Когда человек достигает, когда человек понимает, когда его в руках постоянно усовершенствовать равновесие всей природы, тогда называется, что он не находится под насилием, а сам является определяющим, создающим, управляющим природой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова